Построили теплицы, а газ подвезти не могут. Решили запустить завод по производству семян, но подключение электроэнергии затягивает. Истории разные, но итог один. Промышленные предприятия вместо того, чтобы работать, простаивают в попытках преодолеть инфраструктурные барьеры. Присоединение к коммуникациям – одна из самых наболевших проблем для развития бизнеса в регионе. Тему лично на контроле держит губернатор. Вениамин Кондратьев сегодня провел заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата, чтобы не зависеть от аппетитов естественных монополий глава региона предложил создавать независимые энергоцентры. Такие примеры уже есть в крае. При этом инвесторам помогут в их строительстве. Надо, еще раз подчеркиваю, сформировать список проектов инвестиционных, которые максимально значимы для региона, и проговаривать в целом с собственником, если это не государственный промпарк, о том, что мы будем делать там свою энергогенерацию. В каких пропорциях, в каких долях, мы будем проговаривать. И тогда в этом списке сколько у нас таких площадок, сколько у нас таких промзон, либо индустриальных зон, которые значимы для региона, для края, для муниципальных образований. И там таким способом мы будем расшивать проблему энергодефицита. Тогда я вам поручаю, Васильевич, формируйте список инвестиционных проектов, которые именно высокомаржинальные, либо даже среднемаржинальные для края, для бюджета, для экономики региона, где мы будем действовать посредством создания собственной энергогенерации. Вот на этих площадках. Но это, конечно, не отменяет того, что энергосетевые компании должны предоставлять адекватные условия для подключения. Нередки случаи, когда только после вмешательства региональных властей стоимость услуги снижалась в несколько раз. Однако постоянно работать в таком режиме нереально. В крае тысячи инвесторов. Работа точечно, в ручном режиме, она действительно результативна, но не позволит это нам в столь короткие сроки достичь плановые показатели экономического роста. В ручном режиме нам уже удалось подключить всем вместе 50 инвесторов к сетям инженерной инфраструктуры. Но вопрос требует системного решения. Свою историю губернатору рассказал Денис Кузенков. Он занимается проектом бальнеологического курорта в Мостовском районе. Инвестиции превышают 3 миллиарда рублей. Но даже в этом случае возникли сложности. Как театр начинается с вешалки, так и любой объект туристический начинается с дорожной инфраструктуры. Было предложено поучаствовать в программе развития транспортной инфраструктуры самого района, конкретно станицы Ярославской. И вложить определенные средства в проектирование подъездных дорог. Что мы, собственно, и сделали. Но ввиду того, что сроки рассмотрения заявок были как-то пересены, если сроки переносятся, мы, к сожалению, в следующем году не сможем реализовать вопрос по строительству этой дороги. Бальнеология для нас – это новый этап развития санкторно-курортной отрасли. Новый этап. И сегодня этот новый этап, его реализация в наших руках, полностью в наших. 3,5 миллиарда инвесторов вкладывают в Бальнеокомплекс. 3,5 миллиарда. 900 мест рабочих новых появится. Налоги. В целом активность региона. Круглогодичная. Круглогодичная. Это то, о чем мы только мечтали. А сегодня это реальность. Удачное решение вопроса для одного инвестора – хороший знак и для всех остальных. Бизнес-сообщество очень чутко реагирует на каждый шаг со стороны властей и надзорных ведомств. Поэтому неудивительно, что участие в заседании комиссии по улучшению инвест-климата приняли представители прокуратуры, полиции, законодательного собрания «Край» и Роспотребнадзора. Мы все, еще раз подчеркнув, отвечаем за весь климат. Потому что будет полное, максимальное взаимодействие и контроль текущего статуса любого инвестиционного проекта. От маленького до самого большого. От малого бизнеса до крупного бизнеса. Любого инвестиционного проекта. Все это вместе в совокупности даст максимальный, комфортный и привлекательный климат для всех инвесторов, как наших внутренних, так, конечно, тех, кто к нам приедет за пределы в крае, а может быть, и за пределы это, естественно, странный. Лучше, что мы должны вместе сегодня все делать. Для помощи бизнесу на совещании предложили создать единый ресурсный центр, который будет собирать всю необходимую информацию для подготовки максимально проработанных инвестиционных площадок. В том числе, проверять технические условия, предъявляемые энергосетевыми компаниями для подключения предприятий.